Друзья, всем здравствуйте! В эфире Абакан 24. Вечерний эфир в студии Ксения Майер. В ближайшие два часа мы с вами проведем вместе. Не переключайтесь, будет интересно. Узнаете много чего нового об интересных мероприятиях, по крайней мере, сегодня мы будем говорить, которые вот-вот состоятся у нас в Республике, либо же в Абакане. И сегодня в первом часе мы будем говорить о Движении Первых. Для всех наших зрителей, мне кажется, это уже очень знакомый проект, абсолютно много мы об этом говорим. Говорим об этом и в прямых эфирах, и снимаем про это какие-то сюжеты. Движение Первых, напоминаю, это не только про детей, про школьников и студентов, это и про взрослых людей. В общем, сегодня в гостях у нас знакомьтесь, пожалуйста, точнее, я думаю, наверное, была у нас уже гостья, это в гостях, гостья в гостях, извините за тавтологию, да, заместитель председателя регионального отделения Движения Первых Наталья Сергеевна Старова. Наталья Сергеевна, здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня. Будем говорить с вами о тех мероприятиях, которые уже прошли, потому что я так думаю, что с начала года очень много интересных мероприятий было и о тех мероприятиях, которые будут. В общем, здравствуйте вам, добрый вечер! Добрый вечер! Друзья, ну а вам хочу напомнить, 22-41-18, телефон нашей студии. Если у вас возникнут какие-то вопросы к Наталье Сергеевне, вы можете позвонить, задать их напрямую. Кроме того, вы можете написать в наши мессенджеры, номера которых вы видите прямо сейчас на экране, и можете также написать в чат YouTube. Мы в том числе где-нибудь на серединке нашего эфира, я зайду в YouTube, посмотрю, какие у нас там есть комментарии. Если будут вопросы, я думаю, Наталья Сергеевна на них с удовольствием ответит. В общем, я предлагаю начать, да, движение первых. Как я уже сказала в самом начале нашего эфира, не раз мы говорили уже про это, не раз мы показывали какие-то интересные мероприятия, а движение первых действительно организовывает такие масштабные яркие мероприятия, которые, ну, нельзя не показать в конце концов. Даже что касается хотя бы вот этих классных встреч, которые у вас проводятся, так называемые, мы снимали одну из них, тоже было безумно интересно. Не хочется, как правило, уходить с таких мероприятий. Ну, в общем-то, с начала года, как я и предполагаю, у вас наверняка была уже просто масса каких-то интересных мероприятий. Пожалуйста, нам расскажите, вот если что-то, я понимаю, что каждому уделить внимание не получится, но самое вот там яркое. Самое яркое, это все-таки, наверное, у нас начало года связано с запускающими мероприятиями по всем всероссийским флагманским проектам. И у движения первых их очень много. В целом мы нацелены на активизацию именно нашего педагогического сообщества и семейного сообщества, потому что этот год приурочен году семьи, и у нас в этом году, наверное, такое яркое, самое запускающее мероприятие. Это было приурочено году семьи. У нас есть трек, называется «Родные и любимые», который был создан по инициативе наших родителей, которые сопровождают участников по всей России на различных мероприятиях, которые хотят быть причастны к успеху детей, и они действительно заслуживают того, чтобы быть рядом с ребятами. И поэтому у движения первых в этом году сформировался такой новый трек, важный трек «Родные и любимые», который освещает деятельность в этом направлении, в работе с семьей. Мы рассказываем о семьях, мы рассказываем о мероприятиях, которые проходят с участием семей, и, наверное, инициаторами которых становятся как раз родители, потому что родителям все интересно. Они видят, какой ресурс есть у движения первых, и, наверное, немного завидуют, что не было у них, наверное, в детстве такой возможности, как раз то поколение у нас сейчас является родителями, и они активно подключаются к этой деятельности. В этом году самое, наверное, масштабное, большое мероприятие, оно такое инфраструктурное, наверное, назову его таким, связано с грантовым конкурсом движения первых. Оно серьезное, направлено на юридические лица, это большие организации, образовательные учреждения, детские сады, которые принимают в этом конкурсе, участие для того, чтобы провести запоминающиеся, классные, воспитывающие мероприятия в своих учреждениях. В этом году заявочная кампания длилась, как всегда, на протяжении месяца, с 1 февраля по 4 марта, и у нас от Республики Хакасия заявилось порядка 28 организаций. Это достаточно много, но в целом по региону у нас много было заявок, которые на каком-то этапе где-то столкнулись с какими-то препятствиями и были недоделаны, что, собственно говоря, наталкивает нас на мысли о том, что нужно помогать нашим заявителям. И что итоги подведены, есть уже результаты, есть победитель, и у нас он оказался один в регионе, потому что в этом конкурсе, в этом году заявителей было порядка 5000 участников со всей России. Со всей России, да. С Республики Хакасия 28 заявителей, со всей России порядка 5000 участников. И у нас есть победитель, который привлечет в регион дополнительное финансирование на проведение мероприятий. Это профилактические мероприятия будут, это некоммерческая организация, которая как раз направлена на эту деятельность. Вот, они получат грант в размере 4,5 миллионов рублей на профилактическую работу. Мы знаем, что сейчас такое сложное время, которое требует повышенного внимания к детям. И в том числе нужно требуется уделить внимание в вопросах профилактики. И именно как раз вот этот грант направлен на эту такую кропотливую, большую работу со всеми жителями нашего региона. Работа по всем аспектам, то есть имеется в виду и социальное, и какое-то там патриотическое воспитание, что-то еще? Большой, это Сальников Алексей, у него есть своя некоммерческая организация, которая занимается профилактикой наркомании, вот с зависящими, да, ребятами работают. И они как раз еще добавили в свое направление работы как раз блок по профилактике, по работе с деструктивными сообществами. То есть чтобы ребята знали и были информированы, как не попасть в такие сообщества, как не стать жертвой вот таких обманщиков, да, которые обещают золотые горы и заманивают ребят в такие неприятные ситуации. Вот. И буквально в эту пятницу у нас пройдет, ну, такой, наверное, семинар по подведению итогов грантового конкурса, на который мы всех участников приглашаем, а может быть потенциальных участников следующего года. Он будет у нас проходить в фонде МЦСИП. МЦСИП – это наша некоммерческая организация, которая поддерживает всех участников. У них есть хороший, комфортный конференц-зал, который будет рад всех завтра встретить в 16.00, Чертогашево, 90, 36-й кабинет. В общем-то, основная тема встречи. Давайте определим. Мы будем разговаривать об основных ошибках, которые были сделаны заявителями. Были какие-то такие технические ошибки, на которые следует в следующий раз обратить обязательно внимание. Чтобы не выйти с конкурса на этапе технической экспертизы. И будет на этом, как раз на этой беседе присутствовать эксперт грантового сообщества, который оценивал работы, он видел основные ошибки. И может участникам дать как раз консультацию грамотную, чтобы все было учтено. И в следующем году можно было дальше это развивать. Но я хочу сказать, что грантовый конкурс, это, наверное, такой проба. Нужно пробовать, потому что мы все знаем, что инфраструктура, организация, она сама не развивается. И наши такие актуальные потребности никто не удовлетворит, кроме нас. Поэтому мы всех призываем к участию. И у нас сейчас есть очень хорошая возможность для всех первичных отделений. Первичные отделения – это все организации, где есть дети. Это образовательные, это школы. Это, например, центры дополнительного образования. Для них как раз сейчас проводится такой конкурс первичек. Как раз все начинается именно со школы. Все проекты реализуются у нас как раз через школу. И все запускающие мероприятия, они тоже идут в первую очередь на уровне школы. Наши коллеги делают большую, огромную работу с ребятами. Региональное отделение, оно может быть и хочет дотянуться, и, конечно же, хочет дотянуться до каждого. Но у нас не хватает рук, потому что, например, какие-то отдаленные муниципалитеты, мы бываем там, ну, может, три раза в год максимум. А коллеги работают с ребятами на протяжении всего года. И, конечно же, у них есть много интересных идей, у них есть много интересных проектов, которые они готовы вместе с ребятами у себя в школе, а может быть и в детском саду вместе с участием родителей реализовать. И вот этот конкурс, как раз он такой мини-грантовый конкурс, проводится для вот этих первичных отделений. Конкурс очень простой, нужно просто подать заявку, открыть кабинет куратора и рассказать о своей организации, о своей первичке, что они там делают такого уникального, интересного, полезного, что может пригодиться, ну, кому-то другому. Рассказать о своей социальной инициативе – это такой мини-проект, который позволит улучшить жизнь в их образовательной организации или провести какое-то классное мероприятие. И в целом они должны просто принимать участие в проектах движения первых, а у нас их очень много. И победители будут объявлены в июле месяце. Это будет более двух тысяч организаций по всей России. И я думаю, что у нас есть, у наших организаций огромнейшие шансы. Вот. И, наверное, из такого самых запоминающихся событий еще в этом году, у нас к движению первых в этом году стали присоединяться детские сады. И инициаторами как раз вот этих событий стали родители, потому что у многих родителей не по одному ребенку, а по два, которые уже в школе, например, знакомы с движением первых. И родители посчитали, что как раз, вот, наверное, присоединение к этому движению будет, ну, своевременным на стадии детского сада. Движение первых охватывает ребят с возраста от шести лет. И в целом дошкольники к нам тоже отлично попадают. Уже подготовишки. Да, можно брать, с ними работать. И все вот эти всероссийские какие-то мероприятия, запускающие вот эти акции всероссийские, которые приурочены к памятным датам, отлично подходят для наших дошкольников. У нас в Абакане открыта пока одна первичка в детском саду «Калинка». Это ваши соседи по студии практически, да, недалеко находятся. Это отличный детский сад, где такая прогрессивная команда педагогов, интересные, инициативные родители, которые встретили нас не просто, да, вот таким событием, торжественным открытием с гимном Российской Федерации, да, и Республики Хакасия, а они провели такое совместное мероприятие, приуроченное к, как раз это было к дню 8 марта, они провели потрясающую такую йогу с мамами. Это было настолько мило. Ребята, ну, может быть, не сильно осознают, в какую систему, да, в какую организацию они попадают, но это такое запоминающееся событие, которое все равно ставит отпечаток, ну, вот у родителей точно. Ну, элементарно на уровне психологии у ребенка уже останется отпечаток, потому что это все равно какая-то активная позиция, постоянно какие-то мероприятия, что-то интересное. Нужно не просто выучить стихотворение, да, перед каким-то праздником, ко дню мамы или ко дню папы, да, это уже немножко другое совсем, и у ребенка, конечно, откладывается. Плюс ко всему это социализация в первую очередь, потому что дети, опять же, общаются только между собой, к ним приходят гости, да, взрослые, те же самые региональные отделения, председатели, кто-то еще. Может быть, потом наладится какое-нибудь взаимодействие со школьниками, там, с теми же самыми первоклассниками. И мне кажется, это действительно очень важно, в первую очередь, конечно, для социализации, в вторую очередь, чтобы каждый ребенок чувствовал, это, мне кажется, вот и в школе, да, для чего у нас, каждый ребенок чувствовал свое я, что он может себя проявить вообще в любой сфере абсолютно, в чем ему интересно творчество, спорт, что-то социальное, что-то такое неординарное, наука, образование, все что угодно. Вот в чем ты себя хочешь проявить, ты значим везде абсолютно. Хочешь иди сюда, хочешь туда. И с детского сада, мне кажется, чем раньше, тем лучше. И здорово будет, когда потихонечку-потихонечку подтянется как можно больше детских садов к этому всему делу, на самом деле. Они действительно очень замотивированы, я в этом вижу, коллегам интересно, потому что это такой новый проект для них, новая платформа возможностей. Коллегам интересно, они могут обучаться вместе с нами, мы же работаем не только с детьми, мы работаем и с педагогами, мы работаем и с родителями. И это видно, что у коллег действительно есть такой искренний интерес, который направлен на такое создание, наверное, системы возобновления, наверное, да, системы воспитания, целостность, чтобы была, и преемственность, наверное, ступени образования. Если ребята на дошкольном звене уже познакомятся с движением первых, когда они придут в начальную школу и их подхватит проект Орлята России, они уже будут готовы. Это очень интересная история. И в целом у нас в этом году активно развивается такое экологическое направление, у нас открываются юнацкие отряды, юнацкие клубы практически во всех организациях. И видно, что у ребят действительно есть к этому настоящий интерес, не когда мы их туда направляем, загоняем и заставляем, а мы даем им выбор. И выбор в движении первых действительно есть. Это и юнацкие клубы, это и отряды-хранители истории, где ребята как раз занимаются поиском исторических фактов, сохранением истории. Они ухаживают за мемориалами, за которыми отряды закреплены, посещают уроки мужества и причастны как раз к этой системе патриотического воспитания. Но бывает так, что ребятам патриотика не очень подходит. Тогда мы их приглашаем в наш новый проект, который был инициирован как раз ребятами. В этом году стартовал проект, называется «Пилоты будущего». Мы знаем, что сейчас активно используются дроны, а пилотов нет. И не то, что даже пилотов нет. Нет, встал же вопрос, проблема в том, чтобы инжинировать, проектировать эти дроны. Особо-то, как оказалось и некому. У нас есть ребята, которые с техникой на «ты», с компьютером на «ты». Они владеют этими необычайными качествами, которыми, может быть, не владеет уже старшее поколение. И ребята инициировали как раз такой проект на всероссийском уровне, который и реализуется у нас в регионе. И у нас буквально 27 апреля будет проходить региональный этап всероссийского проекта «Пилоты будущего». Ребята на симуляторах будут как раз пилотировать дроны. Это такая интересная новая дисциплина, которая получила большой отклик от ребят во всех муниципалитетах нашей республики. Интересно, раньше дисциплина казалась чем-то более развлекательной. А как важно это оказалось? То есть поуправлять дронами – это всегда что-то из разряда. Это какая-то игра, джойстик, это туда-сюда. А насколько социально значимо это оказалось? Дети это очень чувствуют на самом деле. И они это видят. Поэтому потребности есть. Они чувствуют, что это, возможно, может пригодиться им где-то. Поэтому рассказывают об этом и показывают свои достижения. И в целом проект, который у нас уже реализуется второй год, это проект «Первая помощь» называется. Тоже актуальный, востребованный. Мы понимаем, что ситуации бывают разные, в том числе где-то в бытовом. В плане ребята должны быть готовы помочь в первую очередь себе. И знать последовательность действий, которые они должны совершить, если вдруг, не дай бог, такое произойдет. И вот наш проект «Первая помощь» – это тоже всероссийский флагманский проект «Движение первых», который заканчивается большим чемпионатом по оказанию первой помощи. Готовятся ребята уже, начинают сейчас. А чемпионат будет у нас в октябре месяце. Большой такой чемпионат. В прошлом году команд у нас было достаточно. Ребятам очень понравилось. Это такой новый формат, когда они сталкиваются с реальными сложностями. Это очень интересно. И ребята, которые представляли наш регион, это команда из первой школы, достаточно успешно нас представили. Да, они должны были к вам тоже приходить. Они получили опыт. Мы не стали первыми, но мы не последние. Насколько они отборов прошли. Да, да. Мы будем готовиться дальше, готовить новые команды. Может быть, девчонки как раз пройдут еще в этом году. Это очень интересный чемпионат. Но самое важное, это не просто какая-то соревновательная направленность. Это самое важное, что они получают такие навыки, которые могут им пригодиться в жизни. Я, знаете, совсем недавно столкнулась. Ну, как столкнулась? Понятно, что первая помощь. Но просто обычно как-то не задумываешься, зачем это мне, господи. Ну, всегда найдет человек, который умеет. Всегда можно вызвать скорую и так далее. Я просто в интернете наткнулась на ролик в одной из социальных сетей, где рассказывалась страшная история, где в аквапарке, в общем, что-то случилось с покрытием напольным. И мальчик двухлетний упал с 5-метровой высоты. Разумеется, ну, все очень плохо и так далее. И люди вызвали скорую. И пока ждали скорую, кто-то из людей, ну, вот просто вот все в шоке, да, такое, как это, ребенок весь переломался, разумеется. Очень страшно звучит. Но, тем не менее, взрослые люди, мужчина и женщина, взяли его на руки и перевожили на другое место. На что, ну, как бы, понятно, у меня в уроке ОБЖ просто в школе были. И я знаю, что при падении вообще с высоты ни в коем случае шевелить там человека, да, нельзя, если у тебя нет каких-то определенных там навыков и так далее. На что я просто шла в комментарии, мне стало так интересно. И очень большое количество людей пишет, а что такого они сделали? А почему вы их осуждаете? А что им надо было его просто так оставить валяться там до приезда скорой? И просто вот элементарно прочитав, понимаешь, насколько вот просто не хватает действительно людям элементарных знаний об оказании первой медицинской помощи. Да даже не о показании первой медицинской помощи, а знаний о том, чего делать категорически нельзя, что можно навредить там. То же самое, когда человек ударился током сильно и так далее. Можно навредить не только ему, но и себе. В общем, я считаю, что вот этот вот проект один из самых, на мой взгляд, важных, прям абсолютно для всех, для тех, кто учится, и для остальных, кто, к счастью, для кого окажется этот человек в окружении. Не дай бог, кому-то когда-то потребуется помощь. Скорая вот такая вот, и подросток, любой абсолютно сможет ее оказать. Это действительно очень важно. Да, и сейчас вот в рамках этого проекта как раз стартовали мастер-классы по оказанию первой помощи, которые будут проходить во всех образовательных организациях с участием волонтеров-медиков, это наши партнеры, и с участием, безусловно, Красного Креста. У них есть как раз обученные специально люди, которые могут провести эти мастер-классы, рассказать, показать. У нас есть манекены, которых можно использовать для обучения сердечно-легочной реанимации и при подавлении тоже. И самое важное, наверное, что сейчас проходят даже бесплатные курсы по оказанию первой помощи на сайте будетвдвижение.рф, к которому можно присоединиться абсолютно бесплатно, пройти обучение и уже смело, спокойно шагать по жизни. Да, знаешь, что ты в любую секунду можешь быть полезен и можешь кому-то действительно помочь, ну, может быть, не спасти жизнь, но продлить ее, скажем так, до приезда хотя бы элементарной скорой помощи. Хотя бы знать, куда позвонить, ну да, действительно. Скажите, пожалуйста, еще вот мы знаем, что совсем скоро у вас, ну, лето у нас уже на носу, да, будет зорниться, это что-то будет масштабное, интересное, расскажите чуть более. О, это для нас новый проект для движения первых. В прошлом году он проходил в двух форматах, в старом и в новом. И в этом году он такой переживает перерождение, принятие у всех. У всех формат был этот запланирован во многих муниципалитетах нашей республики. У кого-то масштабно, у кого-то менее масштабно в формате зорнички, в формате, например, конкурса строя и песни. Но это все может быть частью большого вот этого нашего проекта «Зорница 2.0». Это всероссийская военно-патриотическая игра, которая как раз охватывает огромное количество вот таких смежных с военной специальностью дисциплин. В этом году муниципальные этапы проходят сейчас вот на протяжении апреля, в начале мая во всех муниципалитетах нашей республики. Коллеги работают с партнерами, договариваются, ищут необходимое оборудование, потому что, оказывается, не все у нас есть. Но в ближайшее время, я думаю, что… Оборудование нужно. Да, безусловно, там очень все серьезно, очень большой технический такой райдер. Поэтому в рамках этого проекта ребята показывают свои навыки как раз владения в оказании первой помощи, тактический бой. Они показывают свои знания истории России, именно как становилось наше государство, да, собственно говоря, с чего все начиналось. Они показывают свои знания в военной подготовке, знания погон. Я в этом очень не сильна. Я так вот посмотрела, только думаю, надо много знать о действительности, когда человек такой не близкий к этому. И, безусловно, строевая подготовка. И у них в зависимости от возрастной категории будут варьироваться перечень дисциплин. Ребята готовятся. На самом деле у нас в регионе такой небольшой ажиотаж в рамках этого проекта. И ребятам интересно, действительно интересно. Никто не ожидал, но у нас сейчас уже более полутора тысяч заявок подано. С нашего региона? Да, на муниципальной уровне. Поэтому коллеги готовятся к проведению этих. Это очень ответственно, потому что с муниципалитета. В муниципалитете может выступить порядка там, ну, сколько образовательных организаций, столько и команд. А на регион приедет только всего лишь одна команда в одной возрастной категории. Это очень ответственно. Мы готовимся тоже к региональному этапу. прорабатываем с партнерами возможные. Вот все, что возможно, все с партнерами договариваемся. Пока сейчас в планах проведения. Это наша войсковая часть. Как раз там есть все необходимое для проведения и отбора по строевой подготовке. И есть там как раз полоса препятствий, которая необходима для этого конкурса, проекта «Зорница 2.0». И есть у них все необходимое для того, чтобы достойно организовать региональный этап. У нас как раз на следующей неделе пройдет такой большой штаб региональный, где встретятся все министерства и ведомства. Будем обсуждать, будем планировать. Но готовимся к большому, интересному, серьезному мероприятию. Это лето, да? Нет, это будет мероприятие. Оно у нас должно пройти по нашей временной такой сетке. Оно должно пройти в конце мая. Региональный этап должен завершиться в конце мая. Предварительно мы планировали на 22-23 часу. Если все будет замечательно, и мы достигнем всех договоренностей, то именно так и произойдет. Если какие-то будут препятствия, может быть, что-то... Ну, всегда бывают сложности. Будем сдвигаться. Но мы заинтересованы в этих датах, потому что у ребят сейчас стартует очень важный жизненный период. Это сдача экзаменов, ЕГУГ. И здесь мы не можем ребятам ничем мешать. Поэтому в первую очередь это образование, а потом самореализация в проектах движения первых. Ну, в общем, действительно затеяли масштабную такую интересную. По крайней мере, я думаю, точно будет интересно уже, ну, известно количество муниципалитетов, которые подали заявку. Сейчас пока у нас все готовятся. Приезд команд зачастую всегда связан с какими-то техническими сложностями. Иногда бывает, кто-то в команде, кто-то заболел. И невозможно сделать замену. Иногда бывает, нет транспорта. И мы сейчас стараемся всем помогать. И коллеги в целом, и муниципалитеты откликаются, помогают ребятам. А я вам хочу сказать, и родители готовы ребят привозить на такие мероприятия. Поэтому думаю, что все будет хорошо. Ждем все 13 муниципалитетов. Готовы будем всех принять. И вот к формату, да, возвращаемся в взаимодействие с родителем. Родители у нас настолько заинтересованы, чтобы дети... У детей была такая насыщенная, интересная жизнь, что вот у нас недавно совершенно проходил такой интересный мастер-класс. В гостях у наших партнеров это театр «Кукол сказка». Они открылись после грандиозного ремонта. У них потрясающая инфраструктура. У них есть что посмотреть и чему поучиться. И они проводили для активистов движения первых такой мастер-класс «Встречу за кулисье». Они показывали театр, где у них находится бутафорский цех, как делаются эти куклы, как работают артисты. И из многих муниципалитетов родители привезли своих детей сами. И стали родители тоже, в том числе, участниками этого мастер-класса. Посмотрели. Я считаю, что это отличная возможность провести хороший, полезный день вместе с ребенком. Приехал на мероприятие, привел ребенка. Все. Поступил нам вопрос в один из мессенджеров. Пишут «Добрый вечер». Я понимаю, проекты, о которых вы говорите, это только для детей, вступивших в движение первых? Наши проекты, да, в действительности так. Чтобы принять участие в проектах движения первых, нужно быть зарегистрированным на сайте будьедвижений.рф. Это нужно для того, чтобы мы могли ребят информировать о том, какие у нас актуальные проекты есть. Информирование идет через электронную почту, которая указывается ребенком при регистрации. И ребята, например, если заходят в личный кабинет, если они вдруг заскучали и не знали, что делать, они в личном кабинете у себя увидят, какие проекты доступны для него не только у нас в регионе в целом, а те проекты, которые по всей России для него доступны в его возрастной категории и с его интересами. Если он, например, увлекается патриотикой, у него будет появляться в кабинете как раз патриотика или еще что-то. Ну, так же наука, так же искусство, культура и все остальное. В общем-то, зарегистрироваться абсолютно несложно. Несложно. Регистрация, насколько я знаю, никому не обязывает. Нет, это просто инфраструкция. Если вдруг не захотите, ну, точнее, не захотите, а быть может быть, у вас это активно. Во-вторых, если вдруг, ну, в какой-то момент решите, что как-то уже и не хочется, это ни к чему не обязывает. Регистрация, в общем-то, просто можно будет отключить, может быть, уведомление, отвязать свою почту. Уведомление можно отключить. Ну, в любом случае, все проекты движения, они идут через сайт движения первого. Чтобы стать участником любого проекта, нужно подать заявку через свой личный кабинет. Регистрация у нас действительно сейчас очень простая. Через подачу личного заявления, оно формируется в системе. Для регистрации нужно знать адрес своей электронной почты, пароль от своей электронной почты, потому что как раз ссылка с подтверждением придет тебе туда, и нужно будет ее подтвердить. И нужно знать свой СНИЛС. И заполняются личные данные, формируются в электронной системе тебе заявления, распечатываешь, подписываешь, и отправляешь к нам в региональное отделение. Все, мне кажется, еще даже гораздо проще. Можно прийти к педагогу-организатору школе, который абсолютно все сделает за вас, заявить желание, сказать, вот мой ребенок, если ребенок уже старшеклассник, может самостоятельно подойти, сказать, вот мы хотим присоединиться к движению первых. Никогда не поздно, никто вам за это по голове не даст. Точно с радостью, как, насколько я знаю, педагоги откликаются на это, регистрируют ребят, и все спокойненько потом проходит. Даже не знаю, нужно ли что-то подписывать в случае, если регистрирует педагог? Нужно обязательно это заявление от ребенка. Если это ребенок старше от 14 лет, то он подписывает заявление сам. Если он младше 14 лет, от 6 до 14, то заявление подписывает родитель. Поэтому, друзья, абсолютно никаких сложностей. Если вдруг вы нас сегодня слушали, раз поступают такие вопросы, значит, мероприятия показались вам интересными. На мой взгляд, зорница, то, что предстоит, это самое интересное. Все пока до мероприятий. По крайней мере, даже не то, что самое интересное, конечно, по отношению к другим мероприятиям, это будет не очень корректно, но самое масштабное, по крайней мере, точно. К тому же, такое активное, такое познавательное, и все такое. В общем-то, если вас заинтересовал какой-то из тех проектов, которые мы сегодня обсуждали, я думаю, вы сейчас у нас еще остается примерно 7 минут, расскажете, что еще предстоит и ожидает, ребятишек, которые в движении. Пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, не хотите, не можете, не знаете как, не разбираетесь, быть может, просто элементарно нет, там компьютера, сенсорного телефона, чего угодно. Пожалуйста, подходите к педагогам, скажите, я хочу в движение, мой ребенок хочет в движение, и все, и вы в движении. Вот так вот просто, на самом деле. ничего будет проще не может. И к проектам, да, у нас есть в Абакане один активист, это Михаил Лариков, это юнормеец, спортсмен, который, наверное, стал амбассадором, я его так назову, этого проекта, о котором я хочу сейчас рассказать, это проект, который называется Вызов первых, это спортивные как раз вызовы, когда именитые спортсмены со всей России дают какой-то спортивный вызов для ребят. И Михаил стал, вот, я не знаю, амбассадором, потому что он... Михаил юнормеец, 25-я школа. Да, он, Михаил не раз уже был героем наших сюжетов. Да, он выполняет эти все вызовы с легкостью, ему это нравится, он записывает видеоролики со своими друзьями, и как раз на своей странице как раз он их показывает. Мы с удовольствием поддерживаем информационно. Михаил у нас не раз был в федеральной повестке, потому что действительно он очень классный. И, наверное, показателем вот этого такого его классности я скажу то, что когда мы отправляли ребят на очередное мероприятие, ребята из Сорска подошли и сказали, это ты, Миша Лариков? Он говорит, это я. Он говорит, мы под тебя косим. Ну, то есть вот этот такой проект, который как раз объединяет ребят, показывает, что все возможно, главное пробовать, главное участвовать, и для каждого найдется. И если возвращаться к проекту по спорту, вызов первых, у нас буквально 20-го числа, это на следующей неделе, в субботу, будет проходить региональный этап всероссийского проекта вызов первых. Это такие спортивные дисциплины, как раз тоже на 4 категории возрастные распределенные, начиная от классиков, которые прыгали все, да, и заканчивая бесконтактным регби. Вот эти дисциплины будут у нас проходить на региональный этап на базе нескольких школ города Абакана, потому что настолько нас много, что мы в одну образовательную организацию уже не входим. Сейчас мы ведем тоже подготовительные работы, работаем с нашей судейской коллегией, которая будет оценивать достижения ребят. Будем выбирать самых лучших, самых достойных и следить за их успехами. Ну, звучит, по крайней мере, здорово. Мне кажется, это будет интересно. Это, как всегда, будет масштабно, как я в самом начале эфира и говорила о движении первых. Это всегда о масштабе, это всегда о чем-то интересном. Уже запланировали какие-нибудь классные встречи, если не секрет, кто будет следующим вашим? Вообще, классные встречи всегда рождаются, наверное, по инициативе ребят. Они нам рассказывают, с кем бы они хотели встретиться, и мы всегда стараемся их поддержать в этом плане. Сейчас, пока, на ближайший период у нас не запланированы большие такие вот классные встречи. Буквально сегодня прошла «Классная встреча для классных» это такой новый формат, когда классные руководители встречаются с каким-то человеком, который может их чему-то научить. И вот сегодня закончился региональный чемпионат «Абилимпикс» для ребят с инвалидностью и инвалидов как раз. и у нас там как раз проходил такой семинар обучающий для педагогов, и в рамках этого семинара проходил мастер-класс, да, классная встреча для классных. Вот, коллеги встречались с амбассадором, я опять назову это слово регби в нашем регионе, это Алеев, да, Андрей Алеев, А тут мы педагогов знакомили, он рассказывал о возможностях, как раз он нам помогает в организации бесконтактного регби, и его ребята будут помогать судить этап, это очень интересно, поэтому все вот эти классные встречи, они рождаются как раз от интереса нашей целевой аудитории, и, конечно, от того, какие гости к нам приезжают в регион. Если такие гости у нас в регионе, мы стараемся не упускать возможность, приглашаем, и ребята откликаются. Последняя наша вот такая большая классная встреча, это наш коллектив, хор Каданс, да, который стал, я не знаю, прогремел на всю Россию, да, вместе с Никитой, они встречались тоже с нашими активистами движения первых в филармонии, такое запоминающееся событие, у нас ребята там присутствовали из техникумов, и один из педагогов по итогу мероприятия написал, знаете, Наталья Сергеевна, мои технари, говорит, безумолко говорят об этой встрече, я, говорит, в первый раз вижу такую реакцию, тронули, вот прям до глубины души, ну и тут ничего мы не можем сказать, видимо, для этого мы работаем, для того, чтобы ребятам, технарям, может быть, гуманитариям показать, что есть вот такие безграничные возможности, даже будучи, проживая в таком небольшом регионе, можно хорошо занимаясь своим делом, быть, вот, стать известным, наверное. можно заявить о себе, в чем, наверное, главное, ну, наверное, это мое мнение, конечно, я думаю, у вас может быть другое, заявить о себе, на мой взгляд, это вот то, чем, в общем-то, и занимается движение первых, оно помогает детям заявить о себе, рассказать о том, что посмотрите, какой я классный, посмотрите, как я умею здорово петь, танцевать, какие успехи у меня в науке, и вообще, как здорово у меня получается в спорте, каких успехов я достиг уже, в общем-то, минутка у нас остается, Наталья Старова, заместитель председателя регионального отделения движения первых, сегодня была у нас в гостях, большое вам спасибо, на самом деле, что пришли, несмотря даже на то, что, в принципе, часто у нас на нашем телеканале звучит что-то из движения первых, и те же самые классные встречи, и по возможности мы показываем, и приглашаем в эфир, мы всегда рады вас видеть, приходите к нам почаще, потому что ваши, вот у вас мероприятия, мне кажется, безграничное множество, и о каждом из них можно говорить не то, что 40 минут, вот как мы сегодня с вами поговорили, я уверена, мы что-то еще и не успели задеть, наверняка, да? В общем-то, большое количество. Нужно еще время. Еще нужно 40 минут. Оставайтесь на следующий эфир, я думаю, мои гости не очень-то обидятся на это. В общем, друзья, вам большое спасибо, что были с нами, не переключайтесь, в следующем часе будем разговаривать о джазе в Хакасии, будет интересно. Ну, а пока, вам до свидания. Спасибо.